Вы знаете прекрасно, что каждая жаба любит расхваливать свое болото. Сегодня именно тот случай. 7 лет владения 210-ым Мерседесом. Вот тут уж точно есть о чем рассказать. И сегодня мы узнаем или поймем для себя лично, нужен ли Мерседес в 210-ом кузове в 2024 году. Что в нем есть прикольно, сколько он стоит, сколько в него нужно вложить, чтобы эта тачка была не корытом, а нормальным аппаратиком. Конечно, учитывая то, что немецкие инженеры в 90-х, 2000-х создавали действительно нормальные тачки, а не шкарабайки, продумывали надежные и качественные конструкции, сегодня можно сказать, что Мерседес 210-й, да и тот же 140-й, 124-й, это автомобили, которые имеют хорошую историю. Именно поэтому Мерседесы у многих ассоциируются с надежным автомобилем. Но спустя 24 года, вы же понимаете, что хорошего от него осталось, ну, пожалуй, только двигатель. И то не всегда. И потому сегодня, исходя из 7-летнего владения этим автомобилем, я расскажу, с какими трудностями сталкивался я и почему до сих пор я его не продал. Обрисовывая общие черты 210-го кузова, скажем честно, по сравнению с более классическими моделями предыдущего поколения, этот получился, мягко говоря, своеобразным. Учитывая, что в те времена вкусы автомобилистов не были заточены под залезанные формы, кои на сегодняшний день мы видим в каждом современном автомобиле, 210-й мной лично рассматривался, между прочим, как первый автомобиль еще в 2016 году. Именно здесь важно разделить людей на две категории. Те, кто идет на этот шаг осознанно, понимая, что, несмотря на возраст, это технологичный автомобиль, требующий внимания и знаний, и на тех, кто мало понимает, какие сюрпризы могут преподести старые немцы бизнес-класса, но готовы на все ради того, чтобы довести эту тачку до идеального технического состояния, несмотря ни на что. Вы спросите, а зачем? А потому что мне так хочется. Я был готов изучать, вникать, вкладывать и знать этот автомобиль наизусть. Я был готов вложить столько, сколько потребуется ради достижения тех ощущений, как будто этот автомобиль вот только выехал с салона. И хоть на это требуется средство, время и желание, для меня Mercedes не просто средство передвижения, это эмоции, подкрепленные ассоциацией о хорошем автомобиле. Ведь, будучи школьником, у меня была возможность ощутить, что такое новый Mercedes того поколения, каким он должен быть и как должен ехать. И несмотря на то, что прошло уже более 20 лет, те, кто ездил на тех новых Mercedes, поймут меня и мой подход. Я всегда хотел еще раз прокатиться на том Mercedes из детства, но, увы, время не вернуть назад. Потому логичным решением в моем случае было довести машину до идеального технического состояния, чтобы кайфовать в том самом Mercedes, будучи уже взрослым. К сожалению, этот ролик не Википедия. Это больше личная история. Потому, если вам понравится, нажмите лайк, буду благодарен. Самое идиотское решение, которое вы можете сделать в 2024 году, на последние бабки, купить 210-й Mercedes. Это именно та машина, которая уже технически подустала. И если у тебя нет денег ее обслуживать, скорее всего, ты просто будешь ездить на ведре. И никогда не почувствуешь, что такое настоящий Mercedes. Потому что в моем случае, все тачки, которые были, обслуживались до последнего болта. И учитывая, что этот процесс далеко не дешевый, я расскажу сегодня, что было заменено здесь. И почему все-таки стоит принимать для себя правильное решение не надеяться на легендарное качество, а быть реалистом при выборе автомобиля. Правильно рассчитывать финансы, сложить стоимость обслуживания и понять, логично ли выбирать для себя старый Е-класс, чтобы иметь автомобиль на каждый день, а не кусок старого железа на колесах, не способного выполнить поставленные перед ним задачи. Рынок начинается от 3000 долларов. Корч можно взять даже за полторы. Многие ошибочно думают, что если они возьмут тачку за такие бабки, они будут ей наслаждаться. На самом деле, я не встречал еще ни одной машины, в которой бы, например, заменили задние подушки подрамника. Эта процедура достаточно дорогостоящая, если делать это на сервисе. Поскольку кроме запчастей, где-то 400 долларов нужно будет вывалить на то, чтобы вам сняли подрамник и поменяли там только подушки. Уже не говорят про рычаги, пыльники, редуктора, ступичные подшипники, тормозные диски, тормозные кожухи, рычаги. Что там еще есть? Масло в редукторе, понятное дело. И когда человек хватает такую машину прямо по низу рынка, чаще всего он проедет 10-15 тысяч, и эта машина очень быстро на этом закончится. Сверх высокого интеллекта человеку не нужно, для того, чтобы понимать, что если машине 24 года, резиновые изделия, саленблоки, подушки, все это приходит в негодность. Конечно же, при езде не дают тех свойств, когда она выезжала после сборки, и, соответственно, кто ездил на таких машинах еще там в 2000-х, когда они только вышли, они понимают, о чем я говорю. Эти тачки были мега комфортные, очень шумоизолированные. И, понятное дело, когда ты садишься в эту машину еще раз, даже спустя 24 года, тебе хочется, чтобы эта машина по комфорту была такая же, как и, сука, 20 лет назад. Именно поэтому, я когда покупал машину, я знал, что рано или поздно вся эта ходовая будет заменена для того, чтобы действительно ощущать себя в этой машине хорошо, а не быть тем, кто купил Мерседес, но внутри себя чувствует, как в каком-то, блядь, сраном ведре. Было бы справедливо напомнить, что это не первый 210-й за этих 7 лет. Банально, но за 24 года, с момента выпуска этого автомобиля, надеяться на качество не то, чтобы глупо, а вполне бессмысленно. Я никогда не встречал в продаже Мерседеса в понизу рынка, в котором была бы заменена ходовая, полностью сделана обслуживание двигателя и всего навесного. Логично, нет. Так как обслуживание Мерседеса по стоимости может превышать стоимость самого автомобиля. Именно поэтому рынок заполнен заезженными тазиками, в которые вкладывают лишь по необходимости, чаще всего, когда машина просто перестает ехать. Да, я не спорю, качество было, машина может быть на ходу. Даже с разбитыми шаровыми, рулевой, амортизаторами, которые проехали более полумиллиона километров, эта машина будет ехать и проедет еще не одну сотню тысяч. Вопрос лишь в том, будет ли комфортно человеку всыпать несколько тысяч долларов в автомобиль, который по факту будет корчом. И лишь визуально напоминать то былое величие, от которого по факту остается лишь оболочка. Большинство людей, которые поверхностно судят о том, что купив тачку за пять тысяч долларов, в нее нужно еще пять вложить, поднимают просто истерические вопли о том, что ну а нахуя это делать, если ты ее больше не продашь. Эта машина не про экономию, эта машина больше для удовольствия. Если говорить про автомобиль как инвестицию, выхлоп с нее при продаже не получить. Руководствуясь такой логикой, логично покупать Минор и Ган, Пасса, добивать его несколько лет и скручивать пробег и втирать доверчивому лоху ту же историю, которую втирали тебе. Мерседес это капиталовложения, умноженные на приятные эмоции, комфорт и безопасность, где твои вложения при продаже вряд ли кто-то оценит. Потому вкладывая в ремонт и обслуживание в первую очередь владелец инвестирует в себя и собственные предпочтения, а не мысль о перепродаже и наварке. На самом деле для меня машина это удовольствие, когда ты каждый день садишься в эту тачку, едешь, ощущаешь себя хорошо, уверенно, комфортно, приятно. И для тебя вот эта сумма не самый главный показатель, потому что лично для меня за 10 тысяч долларов что можно купить? Альфа какого-то? Рыганчика? Ой, блядь, за Рыганчика это вообще. Или три Лануса? Потому в моем случае хотелось комфорта, безопасности и просто из-за того, что я люблю этот кузов, я его купил и начал туда вкладывать. Если взять весь период, а это именно год владения и около 40 тысяч пробега на автомобиле, за год действительно я поменял там все. Начиная от передней и задней подвески, полностью все рычаги, саленблоки, подушки подрамника, масла в редукторах, на двигателе, ну все навесное, кроме водяной помпы, которую вот я на днях поменяю. Все новое абсолютно, учитывая там ремни, ролики, натяжители, диагностика форсунок, новые шайбы форсунок. Все форсунки посажены на термопасту, для того, чтобы их потом было легче доставать. Учитывая то, что за год я проезжаю достаточно убедительный километраж, я успел даже угрохать турбину. Первая машина в 210 кузове поездила недолго. Попал в ДТП, живого там ничего не осталось. Вторая машина была доведена до идеала за три года, а этот универсал за год владения стал именно тем, что называется на все случаи жизни. Если говорить по запчастям, стоит посмотреть просто, как устроена задняя многорычажная подвеска. В моем случае с системой гидравлического самовыравнивания кузова. А затем посмотреть на стоимость запчастей, включая эластичные муфты, всякие прокладки, колечки. В общем, можете поставить на паузу и посмотреть весь список запчастей, что были заменены за год, и понять для себя реально, хотели бы вы заниматься подобным, если вы не похожи на меня и болезнь Мерседеса не поразила вас окончательно. Это несколько иной подход, это как хобби, когда получаешь удовольствие от проделанной работы, быть может, сам путь к цели и достижение результата. Ведь многие из вас готовы потратить кучу денег на рыбацкие снасти, охотничье снаряжение, предметы быта, которые используешь крайне редко. А я просто хочу сделать себе комфортную тачку, в которой я уверен на все 100%. Поджопник на каждый день, который дарит прикольные эмоции и выполняет свою работу. Настоящий хозяйский дедов аппарат, и плевать, что не продам через несколько лет за ту же сумму. Многие слишком часто отказывают себе в жизни в том, что действительно хочется, ибо не все эмоции в жизни исчисляются выгодой. В том, собственно, и суть этой истории. Порой устаешь, думаешь, возможно, все могло быть иначе. Все эти ремонты, запчасти, суета, и это хорошо, что есть свое СТО, где не приходится ни под кого подстраиваться. И крутить болты, конечно, интересно, но вот от чего не получаешь усталости, так это от игры на сайте Dragon Money. Например, в игре Double Game нужно предугадать, какой выпадет цвет. Если угадал, выиграл, профукал, проиграл. Еще одна увлекательная игра, Dragon Dungeon, где нужно открывать правильные двери, чтобы пройти как можно дальше и не получить в туз от дракона. И классическая Bonanza или Dog House, где решает фарт и удача. Dragon Money работает уже более пяти лет, имеет вагон положительных отзывов от игроков и, конечно же, приятный интерфейс сайта. По моей ссылке в закрепленном комментарии вы получаете тяжелый люксовый бонус. К тому же сайт имеет все удобные способы пополнений и вывода. Каждую неделю кэшбэк 10%, что дает возможность не только мне, но и моим друзьям проводить время весело. Но всегда нужно помнить о правилах ответственной игры. Все кадры ремонта, которые я делал, к сожалению, вот в таком вертикальном формате, но именно подкапотное пространство все, что можно было сделать, все, что поломалось, все, что струхло, все эти резиночки, прокладочки, коллектора, очистка, ЕГР, все это было поменяно, сделано для того, чтобы... Ну, для того, чтобы, блядь, быть уверенным в машине в каждый день. То есть ты вот хочешь завтра, допустим, поехать там в другой конец страны, и ты садишься в машину и уверенно на ней едешь. Как по мне, это самое главное, когда вот ты берешь тачку, вкладываешь в нее и смотришь, насколько прикольно это получается. Всегда, когда смотрел обзоры на хорошие Мерседесы, хорошие БМВ, казахи, мое почтение, именно у вас самые просто охуенные тачки, просто нализаны, сделаны, тюнинованы, заряжены. И вот знаешь, я реально, ну, настолько люблю эту тачку, насколько любят ее, наверное, и казахи, потому что вот они реально вкладывают туда деньги, и эта машина, несмотря на возраст, она смотрится просто потрясающе. И вот люди, которые не понимают этого, скорее всего, им этого просто не понять. Кто-то скажет, бля, все дело типа в бабках, надо вкладывать разумно типа деньги, ездить на корчах. Знаешь, я вот вспоминаю вот молодость, детство, даже школьные годы. Я помню, как редко нам говорили о том, что надо любить себя. В плане автомобиля жизнь и так слишком скоротечна для того, чтобы растрачивать ее на то, что не любишь, на то, что тебе мерзко, отвратительно, ради экономии средств. Я понимаю, что мы все живем, работаем, зарабатываем. Иногда очень трудно типа вложить в машину какое-то определенное количество денег, чтобы довести ее до ума и потом не продать за ту же стоимость, как все вот, блядь, привыкли. Именно и в этом заключается философия, что кто-то берет себе поджопник для того, чтобы чувствовать себя хорошо, уверенно, комфортно, приятно, а кто-то действительно может терпеть вот это жлобское отношение производителя к тому, что вот сделать, блядь, ведро, сесть в него, поехать, короче, и радоваться тому, что вот, блядь, через 5 лет ты все равно его продашь за тех же 10 тысяч. Ну, как бы каждому свое. Этот ролик не повод сказать, что все остальные тачки говно, а вот Мерседес заебись. Это повод сказать пацанам, мужикам, которые планируют себе покупку 210-го, стоит понимать, что купив на последние бабки эту тачку, ты от нее не покайфуешь. Давай теперь по запчастям. На 5-цилиндровый мотор, 5 форсунок отдельно стоит около 3 тысяч долларов. Свечи накала, которые там уже тысячу лет не меняли, их в любом случае надо будет менять, высверливать, потому что они там нахуй закисли. Это та еще процедура такая неприятная. В остальном, как бы, вот это все, что по-навесному, блядь, ну, прокладка, допустим, она особо недорогая, но это все время, которое нужно вот просто взять машину, разобрать, сделать. Не каждый хочет этим заниматься, потому что не у каждого есть вторая машина, которая может себе позволить ездить на одной, а вторую оставить там на сервисе или в ремонте, или потихоньку ее крутить. Но суть остается сутью. W 210 я никому не посоветую в случае, когда ты его покупаешь на последние бабки. Он в любом случае потребует ремонта, потребует, чтобы ты менял там все эти резинки, ходовую, но тем не менее это очень хороший, приятный, плавучий корабль, который дарит не только эмоции, а и невероятный комфорт. Но если вы подумали, что на этом человек успокоится и просто будет ездить, ну, не будь ты мерсоводом, ты наверняка знаешь, что это далеко не так. Когда ты в машине сделал все и тебе тачка очень нравится, хочется, конечно же, что правильно, какого-то тюнинга. Я поездил вот сколько лет, и я вот понимаю, что тормозов здесь не хватает, потому что, когда я сажусь в 220-й Мерседес и там четырехпоршневые суппорта, я мечтаю о том, что вот по весне эти все суппорта, которые здесь стоят, я обязательно поменяю на суппорта от 220-го Мерседеса. Как видите, они побольше, они массивнее, к ним идет 330-й тормозной диск 330-й миллиметров, он перфорированный, хотя тут тоже стоит система Брэмбо, но тут, блин, не хватает именно количества поршней в суппорте, которые и делают тормоза мягкими, хорошим откликом, ну и плюс, они останавливают машину намного быстрее. Тормоз тут и в стоке, в принципе, норм, но не сравнить абсолютно с тормозами, которые стоят на 220-м, именно поэтому, кому интересно, можете поставить лайкос, написать комментарий, весной будет обязательно заменена тормозная система. Просто сотни обзоров в интернете, где мнения расходятся, одни говорят, что это очень легендарный автомобиль, надежный, как швейцарские часы, другие болевают от кузов дерьмо, но правда заключается в том, что часики для многих 210-х уже давно оттикали. В остальном, если говорить за капиталовложение в эту машину, понятное дело, что я зацепил только запчасти под капотом, всякие расходники, ходовую, и вообще ни слова не сказал за лакокрасочное покрытие, за то, что нужно делать какие-то малярные работы. Именно поэтому я всегда советую людям находить именно живой кузов, и если он хочет вложить в эту тачку, вкладывать только в живой кузов, который не гнилой, и поверьте мне, эти кузова есть. Самое главное просто понимать, что в эту машину нужно вложить бабло, и на последние деньги я ни в коем случае не рекомендовал бы покупки эту машину на последние деньги. Ездить на корче, это, блядь, любой сможет. А вот почувствовать, что такое настоящий 210-й Мерседес, это надо либо быть таким конченным мерсоводом, как я, либо просто эту тачку не покупать. В остальном Мерседес, вот ты знаешь, это как проявление самолюбия, когда вот ты действительно вложил в тачку, ездишь, катаешься, доволен, и знаешь, что вот у тебя, когда ты садишься в салон этого автомобиля, у тебя все хорошо, вот ты едешь и радуешься. Мнение владельцев или обзорщиков, путает тех, кто размышляет о покупке. Но не зря же тут собраны те, кто знает, чего хочет от автомобиля. И они без преувеличения вам скажут, что эта машина всегда требует к себе внимания. Она любит качественные запчасти и внимание владельца. И потому, кто никогда не знал, что такое настоящий Мерседес, обречен убеждать себя в том, что современный копипаст может представлять для него какую-то ценность. К сожалению, мы проживаем в те времена, когда уходит эпоха по-настоящему прекрасных и надежных автомобилей. Цените своих старых и верных коней. Боюсь, таких машин больше не будет. В остальном ты чувствуешь в этой машине душу, которую вложили инженеры Мерседеса в те времена, когда машины делались от людей для людей.